Время несет перемены. Это очевидное утверждение многие страны используют, успевая приготовиться к грядущей смене эпох с пользой для себя. Приходят новые технологии, методы работы, материалы и ресурсы, оставляя позади устаревшее мышление и техническую базу. Именно так сегодня поступают развитые европейские страны, США, Саудовская Аравия и десятки других стран. Вот только России в этом списке нет и быть не может. За 20 лет путинской власти государственная система превратилась в прогнивший бутерброд из коррупции, нефтедолларов и пузо зажравшихся чиновников, вроде Сечина, Шойгу и Медведева. В таких условиях не может быть и речи об эффективной модернизации производства, а также освоении новых сфер деятельности. Нефтяная игла оказалась слишком глубоко вставлена плешивому президенту в одно место. У него скорее разовьется геморрой с примесями черного золота, чем он откажется от этого источника доходов. Однако жизнь имеет свойство менять правила игры в самый неподходящий момент. И в этот раз она приготовила сюрприз для месье Путина, скинув его в экономическую пропасть. Нефтяная война, которую с показной бравадой развязали прикормленные чинуши российского старичка-боровичка, обернулась не просто провалом, а тотальным коллапсом. Даже худшая сделка в истории российской нефтяной отрасли, вынудившая Сечина свернуть 20% добычи, оказалась бессмысленной. Стоимость ископаемого ресурса марки Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель. Разумеется, при такой ситуации цена на грязную, никому не нужную нефть Уралс и вовсе стала отрицательной с учетом доставки. Все это говорит о том, что славные времена для Путина не просто прекратились, а резко оборвались, подарив целую россыпь колоссальных проблем. Что касается деревянного рубля, то он находится чуть ли не в предсмертных конвульсиях. Как обычно, медиа-помойки российского вождя кричат о феноменальной устойчивости национального тугорика РФИ, стоимость которого по отношению к доллару и евро достигла отметок в 77 и 84 рубля соответственно. Во-первых, при таких показателях понятия валютной стабильности уже вызывают смех. Но самое страшное для лысого царька КГБшного разлива еще впереди. Ведь единственный фактор, удерживающий рубль от очередного рывка на дно, это слив миллионов долларов на поддержание курса. Как только ЦБ РФ в очередной раз зазевается, лакмусовые фантики улетят в такую пропасть, что окажутся в царстве Аида. Экономисты уже сейчас прогнозируют, что к концу апреля-началу мая доллар будет стоить выше 80 рублей. Видимо, Путин пожелал пройти пятилетку падения экономики за пару месяцев в честь грядущего юбилея Великой Победы. Текущая ситуация отчетливо демонстрирует, что эпоха, когда преступный режим мог загребать нефтедоллары лопатой, остался позади. Даже если в мае цены на нефть стабилизируются, они в лучшем случае будут держаться на уровне 30 долларов за баррель. И это крайне благоприятный прогноз, который в нынешних условиях практически недостижим. Учитывая, что Путину еще только предстоит пустить слезу отчаяния и потратить миллиарды долларов на консервацию нефтедобывающих скважин, можно представить, как бедный дед по вечерам грызет собственные ногти на ногах. Ведь предводитель секты политических клоунов панически боится отсутствия денег. Нет, не у народа, а у его любимых дружков-миллиардеров и чиновников особо крупного калибра. Это неудивительно, поскольку при появлении огня в районе седалища представители Крысиного царства начнут удирать с тонущего корабля на перегонки. Вот только их никто не ждет в других странах и многомиллионная недвижимость, проворовавшихся чинуш, не спасет. На данный момент становится ясно, что ближайшие два месяца окажутся для России поворотными. Местный народ либо прозреет и придет в шок из-за размеров болта, который на него положил преступный режим, либо установит новый рекорд по самоунижению и бесправию. Ведь нынешняя власть всеми силами показывает, местное население она за людей не считает. К сожалению, лишь малая часть россиян понимает, что отыгрываться за потерю нефтедолларов мерзкий пришелец с планеты КГБ будет на собственном народе. И если учесть аппетиты путинского отребья, то людям предстоит отдать не только последнюю рубаху, но и подарить правительству любимую пару нестиранных носков. Ведь переходить с нефти на валежник, знаете ли, дело затратное. И психологически сложное.